Ежегодно в России рассматривается экологическая проблематика автомобильного транспорта. Среди всех его видов автомобильный наносит больший ущерб окружающей среде, вред всему живому, неживому, загрязняя воздушную среду токсичными компонентами. В связи с этим ученые Казанского федерального университета открыли для себя новое научное направление – это использование черного фосфора. Графен, наверное, все знают это у всех на слуху, а это такая же как бы система, но только состоящая из атомов фосфора. И вот эта система, как оказалось, обладает уникальными свойствами. В каком плане? Если профункционализировать какие-то позиции, возникает очень сильное изменение электронных эффектов на этой поверхности, и можно при помощи вот этого материала катализировать процессы, которые либо сложно, либо просто невозможно катализировать существующими катализаторами. Благодаря каталитическим реакциям фосфора ученые смогут создать топливный элемент, который будет использоваться для автомобилей. Водородомобиль приводится в движение в ходе взаимодействия с водородом. В готовом виде водорода в природе почти нет, получается он при помощи химических реакций. У нас уже есть подходы для генерирования водорода именно из воды при использовании вот нашего материала, который мы получаем в функционализации вот этого фосфорена. У меня вот хороший коллектив рабочий, хорошие ребята, они очень толковые, и они просто собрали специальное устройство, специальную печь с изменением градиента температуры, в которой мы сами теперь можем получать очень легко вот этот черный фосфор. Поэтому мы не нуждаемся как бы вот в новых, как сказать, ну, в покупке этого материала, мы просто используем красный для получения черного. Эксперименты с водородной темой начались задолго до наступления 21 века. Все попытки автопроизводителей по созданию водорода-мобиля подразумевались с использованием опыта функционирования классического варианта существующих бензозаправок, когда есть завод, производящий топливо, и сеть заправок. Но у варианта с водородом есть свои минусы. Он намного взрывоопаснее традиционного нефтяного топлива. Хранение и транспортировка водорода требует соблюдения повышенных мер безопасности, что существенно удорожает и усложняет создание водородных заправок. Ученые же Казанского федерального университета предлагают полностью отказаться от использования заправок. В данном случае нужно будет просто заливать воду. В России есть все условия для продвижения данного проекта, ведь одним из главных необходимых ресурсов является вода. Далеко не все страны могут похвастаться таким богатством. Конечная цель нашей работы, когда мы берем этот порошок, запускаем его в стакан воды, просто выставляем на свет, происходит фотокатализ, то есть под действием света, как образование хлорофила в растениях. Но у нас происходит каталитическая реакция, и этот фосфорен катализирует расщепление воды до водорода и кислорода. То есть мы имеем в стакане топливный элемент, который работает под действием нашего катализатора и света. Потом этот водород и кислород можно рекомбинировать опять в какой-то двигатель или еще что-то, использовать там для машин, там и для других устройств, которые сейчас работают на водороде. Поэтому, конечно, цель в идеале получить вот такую вот штучку. Ученые Казанского федерального университета в рамках программы «Приоритет-2030» будут проводить фундаментальные исследования, подготовят технологию для пилотных проектов, которая будет ждать своих крупных инвесторов для масштабирования по всей стране и за рубежом. Алина Красильникова, Универньюз.